Первые монеты были отчеканены в Барно во времена правления Пшемесловых в XI веке. Княжеством в 1055-1061 годах совместно правили братья Конрад I и Отто I. Их резиденцией был замок в Барно, в котором находился и монетный двор. Чеканщики монет чеканили динар, на котором были изображены бюсты и имена обоих князей. Однако развитие чеканки монет произошло при самостоятельном правлении Конрада I в 1061-1092 годах. В 1182 году заканчивается разделение Моравии на удельные княжества, и Моравией правит Маркграф. В 1234 году Маркграф Пшемесл издал грамоту, которая подтверждала существование монетного двора на Доминиканской площади в доме чеканщика монет Бруно. В те времена в Моравии чеканили серебряные монеты динары типа Пфенинга. В период правления Маркграфа Яна Инджиха в 1349-1375 годах в Бруно после полувекового перерыва была вновь начата чеканка так называемых полых монет с орлицей. Сын Яна Инджиха, Марграф Йошт, который правил в 1375-1411 годах, создал новую систему монетного двора. На его динарах имелись инициалы в виде латинских букв ИО, что обозначало его имя на латинском языке. На реверсе динара сохранилась орлица в качестве знака Моравии. Эту монету чеканил до 1391 года, единственный марграфский монетный двор в Моравии, который находился на улице Мечева. После 1391 года чеканщики монет под влиянием австрийских фенингов начали чеканить четырёгранные монеты с изображением клетчатой моравской орлицы. Больше всего таких монет было отчеканено в период гусицких войн. Одновременно процветало и Брно, которое как место резиденции правителей получало многочисленные привилегии. В период правления Владислава II Ягелонского в 1471-1516 годах произошло объединение чешских земель и постепенно были отменены городские привилегии на чеканку монет. Этим был положен конец марграфской средневековой чеканки монет. Продолжение следует...